Здравствуйте! Вы смотрите MarketWatch в студии Роман Шевченко. В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующий тему. Увольнение министра энергетики Саудовской Аравии. Неожиданный оптимизм для Великобритании в виде увеличения темпов роста ВВП и объемов промышленного производства. Завершим обзор обсуждением предстоящего голосования по основной процентной ставке ЕЦБ. Король Саудовской Аравии уволил министра энергетики, назначив на этот пост своего сына. Данные изменения не оказались сильного влияния на нефтяные котировки, так как большинство трейдеров и инвесторов еще не определились хорошая ли эта новость для рынка нефти в целом. Поэтому реакция может иметь достаточно долгосрочный характер. При этом важно учитывать, что предыдущий министр был одной из ключевых фигур при достижении соглашения по сокращению объемов добычи нефти картелям и его союзников с целью стабилизации цен на рынке черного золота. Как следствие дальнейшая судьба данных соглашения остается под большим вопросом. Смещаясь на европейскую сессию сегодняшнего дня напомню о публикации неожиданно очень хороших отчетов по изменению темпов роста ВВП и объемов промышленного производства в Великобритании. Тем не менее спрос на пару фунт-доллар остается сдержанным, указывая на то, что более значимым для трейдеров остается неопределенность относительно Brexit. Учитывая все это, говорить о готовности пары фунт-доллар, возобновить снижение сможем лишь после очередного пробоя поддержки в отметке 1.2250. До этого момента достаточно сложно определить дальнейшее направление ценового движения, ведь во многом оно будет зависеть от способности британского парламента согласовать все условия по сделке с ЕС. А завершим сегодняшний обзор обсуждением предстоящего решения ЕЦБ по основной процентной ставке. Напомню, что это последнее заседание регулятора, на котором Марио Драги будет председателем. Ряд экспертов ожидают дальнейшего увеличения отрицательных ставок по депозитам и расширения программы количественного смягчения, что может существенно ослабить евро, подталкивая валютную пару евро-доллар к паритету. На этом у меня все. Внимательно сидите за новостным потоком и будьте готовы ко всем сюрпризам.